Для всех, кто не в курсе, в группе ВКонтакте про SSD проходят сборы и розыгрыши SSD среди тех, кто помог проекту. Поэтому переходите в группу и узнавайте всю информацию. Ну и, конечно же, участвуйте. Все, что вы сейчас увидите в ролике, относится только для процессоров семейства Intel. То есть я лично делал все тесты на Intel i5-9400. Но, друзья, Hyper101, тот, который сейчас у меня установлен на системе AMD на процессоре 3600, ну никак этот кулер не годится. Даже в обычном простое он начинает жужжать, завывать и те 65 Вт, которые указывает AMD на процессор, ну это какие-то супер другие 65 Вт в отличие от Intel. То есть для AMD данный кулер рассматривать никоим образом нельзя. Вы разочаруетесь и все у вас будет постоянно, постоянно шуметь. Это я уже понял, попользовавшись этим кулером. И вот даже сейчас я сижу и слышу, как он начинает снова завывать. В общем, жесть. И для AMD рассматривайте 120-ки не меньше. Никаких 80 миллиметров у вас быть не должно. Всем привет! С вами Давилович. И сегодня новый обзор, снова не SSD. Сегодня вновь говорим про кулеры. И сегодня на обзоре Hyper101 PWM от Cooler Master. Данный кулер оказался у меня случайно. То есть я не планировал какую-то покупку кулера. Но когда я увидел его по очень низкой цене в одном очень неизвестном интернет-магазине. Там он стоил 650 рублей. Я посмотрел, подумал. Башенный кулер на две тепловые трубки. Почему бы нет? Почему бы не взять? Пусть будет, пусть лежит. И вот таким образом он у меня пролежал несколько месяцев. И так и я не мог до него добраться. Но в преддверии перехода на новую платформу, на AMD, я решил все-таки сделать на него обзор. Ну и чтобы просто вы знали, что есть такой кулер. Ну и что он из себя представляет. Стоит ли его покупать. Потому что сейчас на данный момент этот кулер стоит порядка 1300+. Где-то даже и за 1500 такие кулеры продают. Что ж, по характеристикам самое главное, конечно же, скорости вращения. От 800 до 3000. Ну и, пожалуй, даже еще важнее параметр. Это то, что он компактный. Но здесь используется 80-миллинетровый вентилятор. А это значит, что по звуку он, к сожалению, будет. По моей практике все 80-ки шумят. То есть он будет шуметь под нагрузкой. Но очень интересно, что он может сопоставить, допустим, боксовому процессору от Intel. Полностью алюминиевому. И мне интересно, что он покажет потом в дальнейшем у меня на AMD платформе. Поэтому очень-очень интересно. Кстати, по шуму заявлено в максимуме 28 децибел. Давайте быстренько посмотрим распаковку, как я это сделал. Ну и перейдем к самому важному. К тестам. Ну что ж, кулеры у нас установлены. Давайте запустим AIDA64. Для того, чтобы сделать сравнительный тест. Будем делать через тест стабильности в AIDA. Ну и стресс CPU, стресс FPU и стресс кэш мы оставляем. И на 10 минут запускаем этот тест. Спустя 2 минуты тестов у нас вот такие вот показатели. Скорость вращения 2700, 2766 нашего кулера. Что касается статистики, то по максимальному у нас было 82 градуса на третьем и четвертом ядре. Очень интересно. Поэтому будем продолжать наблюдать и смотреть, что у нас будет дальше. Итак, прошло 5 минут тестов по скорости вращения 2930 вольтаж. Тут в принципе все в норме у нас. Все хорошо. Ну и что касается температур. 84 максимум было на четвертом ядре по градусам. Ну а по троттлингу у нас пока все по нулям. Что касается шума, то я сейчас поднесу ну примерно на 10 сантиметров от кулера. Вы все услышите сами. Звук ощутим, слышно и в корпусе было бы слышно конечно потише. Ну у меня открытый стенд, поэтому мне достаточно хорошо все слышно. Что ж, ждем дальше. Ну что ж, прошло 10 минут. Я думаю этого достаточно для предварительного теста. Смотрим, что у нас по вращению. Все, в районе 2800-2900 у нас 1000 оборотов в минуту крутится кулер. Достаточно слышно его. По вольтажу проблем нет. По питанию. Ну и давайте смотреть самое главное, самое интересное. То есть по температуре ядер. Самый у нас максимум был 84 градуса на ядро. В целом у нас 70 градусов процессор. Ну здесь ничего прямо такого сверхъестественного я не вижу. То есть все здесь у нас отлично. Ну и блин. То есть боксовый кулер. Как бы его ни хайли. Ну достаточно нормальное явление. И со своей задачей справляется. Да, шумно, но справляется. Никакого троттлинга, как вы могли увидеть, здесь нет. Только нажимаю стоп. Все сразу же у нас становится тихо. И кулер там практически не слышно. Ну и сразу же все у нас температуры, все значения у нас сразу же идут вниз. Что ж, давайте поставим кулер от Cooler Master i71C и посмотрим, что будет там. Cooler Master Hyper 101 у нас поставляется вот в такой достаточно крупной упаковке. Ну и в принципе здесь ничего удивительного нет, потому что все-таки он у нас на тепловых трубках. Итак, поддержка Core i5, Core i3, AM3. Все сокеты у нас здесь перечислены, но стоит отметить, что здесь не указан сокет AM4. Но он тоже поддерживается. Итак, с одной стороны видим информацию на различных языках. Охладитель CPU с дополнительной информацией можно знакомиться на нашем сайте. Указана модель полная этого кулера. На обратной стороне у нас краткое изображение кулера. Можно поставить второй дополнительный вентилятор. Две трубки. Ну и собственно вот в таком схематичном виде у нас здесь все присутствует. А с этой же стороны у нас все ключевые характеристики нашего кулера. Итак, PWM, размеры, скоростные характеристики и так далее. У нас, кстати, версия PWM. То есть мы смотрим на правый столбик. У нас здесь все хорошо. От 800 до 3000 оборотов у нас будет. Но на 3000 оборотов будет шумно. Так, ну и вес 304 грамма, бла-бла-бла. В принципе все. Так, друзья, давайте вскрывать наш кулер. Запечатан он кусочком круглого скотча сверху. И вот таким вот образом давайте все открывать и смотреть. Так, все. В коробке у нас пусто. Больше ничего нет. Можно ее убрать в сторонку. И вот в таком вот виде, вот такой вот компактный, так скажем, кулер, вентилятор. Здесь 80-ка. Вот таким вот образом он у нас поставляется. Итак, снизу имеется слегка гель. В общем, у нас здесь влага не попадет. Так, пока уберем кулер в сторонку. Ну и давайте смотреть дальше. Информация о гарантии. Так, достаточно большая. Есть русский язык. Ну тут ограниченная гарантия и так далее. Нам это не интересно. Есть вот такая вот инструкция. Оу, инструкция это очень большая. Очень обширная. Опять же, на разных языках. То есть, если посмотреть сверху, куча языков, схематическое изображение. Ну, в общем, здесь не стали делать универсальную инструкцию. Здесь сделали ее прям вот такую вот интересно полноценную. То есть, слева мы видим изображение того, что и как делать. Как все подключать. Вплоть до дополнительного кулера и как вставлять коннектор. Ну, а справа у нас на разных языках все написано. Например, перед установкой выберите тип соответствующей платформы процессора. Соберите крепежную пластинку рисунок 1. 2. Перед установкой удалите защитный слой. В общем, вот здесь вот все это изображается. То есть, за инструкцию прямо отдельный респект. Она прямо очень-очень обширная. Ну и вот такая вот у нас коробочка идет в комплекте. Ау, вау, вау, вау. Здесь у нас много чего интересного. Вот здесь у нас все различные, все возможные крепежи. Ну, а внутри у нас куча всего, что нам потребуется для установки этого кулера. Итак, есть вот такие вот крепления. Вот с такой вот планочкой. Это у нас все для AMD креплений. Так, а это у нас, это у нас, это у нас для крепления второго вентилятора, если мы захотим. Четыре ножки для крепления Intel. Термопаста MasterGel Pro. Ого, интересно. Ее и будем наносить. Ну и четыре винтика для крепления нового второго вентилятора, если нам это понадобится. Так, четыре у нас антивибрационных подкладки, я так понимаю. Ну и винты, все винты для крепления нашего кулера. Что ж, с этим разобрались. Можно вот так вот немножечко убрать в сторонку. И давайте перейдем к нашему кулеру. Вот в таком вот он блистере поставляется. Все достаточно хорошо, качественно. Блин, насколько же это компактная башня. Прямо вообще. Вот, то есть, владея я, допустим, Performance NPS 10X у меня была. И она здоровенна такая. Тут 80-ка, всего лишь все у нас. Трубочки есть. Трубки у нас, да, есть у нас зазоры между трубками. Но там термопаста у нас все заполнит. В общем, все будет по красоте. Да, друзья, за свою цену, ну, я считаю, прямо огонь. Прямо огонь. И вот такой вот компактный кулерок вы получите. Что ж, кстати, платформу у нас, я думаю, перекроет Intel. Но полностью AMD у нас не перекроет. Поэтому контакт с площадкой процессора AMD будет неполный 100%. Что ж, ладно, давайте все это дело устанавливать на плату Intel. Обязательно посмотрите инструкцию. Там указано, где для какого сокета, как правильно все устанавливать. То есть, есть вот такие вот штуки. Они, как видите, в две позиции имеют в виду. И это очень-очень важно. Поэтому имейте это в виду. Итак, давайте, что ли, мы начнем. R, L. Смотрите-ка, R и L. Уже я вижу какие-то разные буквы. И давайте снова смотреть, что это значит. Ну, судя по данным здесь, по поводу R и L, вообще никаких данных я не вижу. Ну, просто то, что они разные, я так понимаю. И так как у нас там полный, я так понимаю, квадрат, нам нужно просто грамотно их расположить. Что ж, давайте смотреть. Итак, это у нас L. Это у нас точно должно быть сделано вот таким вот образом. Так, пленочку немножечко отклеиваем. Она нам на данном этапе не понадобится. Ну, и вот примерно таким вот образом у нас все это должно быть. А вот и у нас R. Итак, берем винты, берем отвертку удобную, магнитную. Это у нас не подходит. Берем что-то поменьше. Например, вот такое вот. И все потихонечку, все эти крепежи прикручиваем. То есть, самое главное, то есть, тут знать, как. Все это дело мы правильно должны прикрутить. Все это в инструкции есть. Будьте внимательны. Все, друзья. Вот таким вот способом должно быть установлено крепление на кулеры 11... На сокеты 11.55, 11.56, 11.50 на максимальном отдалении со всех сторон. Что ж, давайте возьмем сейчас нашу материнскую плату. И все это дело установим. По установке проблем у нас здесь никаких не будет. То есть, кулер можно установить и снять без снятия материнской платы. То есть, я мог ее не снимать. Ну и перед установкой нас, конечно же, нас информирует о том, что нам необходимо нанести термопасту на процессор. Точнее, термопасту нам рекомендуют нанести на кулер. Но я, друзья, против таких штук. Я делаю так, как учили меня. И так, как я считаю правильным. Так. Убрали мы с вами наклейку. Ну и, собственно, можете увидеть поверхность такая, скажем, царапанная, шлифованная алюминией. Ну, я считаю, с глубокими такими вкраплениями. Что ж, термопаста все это заполнит. И все должно работать все равно хорошо. Ладно. По поводу термопасты. Используем комплектную термопасту Мастер Гель Про. Вот такая вот она у нас здесь есть. Ее здесь, ну, я думаю, предостаточно. Хватит не на одно нанесение. Поэтому, ой, она очень жидкая. Сразу могу сказать. И давайте термопасту нашу нанесем. Все, друзья, термопаста у нас нанесена. Я думаю, этого будет предостаточно. Возможно, даже лишнего я тут намазал. Но этого должно, этого должно вполне себе хватить. Ладно, друзья. Перед тем, как устанавливаем кулер, просто мы выбираем правильное положение. То есть, конечно, вентилятор будет вот так вот. Воздух у нас проходить. Выдуваться на заднюю стенку. Ну, и для начала просто я беру и прикладываю, который не прикладывается у нас, наш вентилятор на наш процессор. То есть, все это аккуратненько прижимаем, проводили, убрали. Пятно контакта у нас здесь достаточно хорошее. И при дальнейшем прижатии у нас все здесь нормально растечется. Поэтому давайте, так, аккуратненько все мы это сейчас вставили. Так, аккуратненько еще раз подвигали. Ну и все, по диагонали начинаем мы защелкивать все наши крепления. Кстати, что-то... Ага, вот. Все это нужно делать достаточно аккуратно, чтобы ничего не повредить. Вот, у нас просто в неправильных положениях находились все вот эти вот крепления. Так, есть щелчок. Ну и осталось вот здесь нам это сделать. Все, друзья, проверяем. Снова продавливаем все наши крепления. Все. У нас кулер установлен. Вот таким вот образом. Все отлично. Все красиво. Давайте его устанавливать. И давайте проверим, насколько сильно он эффективный. И сильно ли он шумит. Ну а сейчас первый старт. У нас системы с кулером. Все подключено. Ну и давайте смотреть. Пока тихо. Но на самом старте был шум. И мне кажется, это шум у нас не от вентилятора блока питания, а именно от кулера. Я думаю, он будет у нас шуметь. И сейчас мы с вами все это дело будем проверять. Ну а сейчас, друзья, пришло время запустить тест. Загрузить процессор на 100%. Будем запускать EIDU64. И сразу же все проверим, как шумит наш вентилятор. Но скажу сразу, мне кажется, шуметь он будет. И возможно даже как боксовый кулер. За счет размера вентилятора. За счет того, что он здесь всего 80 миллиметров. Что ж, давайте запускать и давайте слушать. Итак, у нас прошло 2 минуты. Что мы с вами можем увидеть? Процессор нагружен. По скорости 2000 оборотов у нас у нашего кулера. По вольтажу все в принципе отлично в норме. Ну и давайте смотреть по статистике. Пока третье ядро 73 градуса. Остальные по 70. Ну и в целом у нас максимум было 59 градусов температуры нашего процессора. Что ж, смотрим, наблюдаем дальше. 5 минут теста у нас позади. Процессор нагружен. Все отлично. 2100 у нас скорость вращения вентилятора на кулере. Все пока хорошо. Ну и по температуре 73 градуса у нас пока максимальная температура по третьему ядру. В целом 59 градусов максимум по процессору. Что ж, все понятно. Продолжаем наблюдать. Ну и предлагаю послушать на расстоянии 10 сантиметров примерно от кулера, есть ли какие-то звуки. Звук есть. Кулер слышно на открытом стенде передо мной. То есть в сантиметрах 40 от меня. Но, друзья, слышно не так сильно, как, например, на боксовом кулере от Intel. 10 минут у нас позади. И давайте посмотрим, что же у нас по скорости 2100. Тут, в принципе, все нормально. Вольтаж. Ну и давайте посмотрим общую статистику. 73 градуса максимум у нас получилось на данном кулере. На третьем ядре в целом 59 градусов по процессору. Тут все относительно очень даже хорошо. Да, звуки от кулера все-таки есть. И это причина этому 80-миллиметровый вентилятор. То есть как ни крути, но он все-таки шумит. То есть воздушный поток от него все-таки шумный. Что ж, давайте подводить итоги. Ну а пока мы останавливаем и прислушиваемся, что у нас будет по уменьшению скорости. Ну и все. Практически мы ничего не слышим в данный момент. Я бы даже сказал, что ничего сейчас уже от кулера не слышно. Такие дела. Что ж, все посмотрели, сделали все тесты. Ну и мне кажется, кулер достаточно хороший. То есть на свои 95 ватт максимально он все отрабатывает хорошо. То есть сделали тесты на i5-9400 со встроенным видеоядром. Ну и под полной нагрузкой 10 минут мы его гоняли. Да, друзья, он эффективный. Все хорошо. То есть справляется нормально. Но, друзья, есть и минусы. Конечно же, этим оказался вентилятор на 80 миллиметров. И, блин, вот тут вот, конечно, все-таки он шумит. Да, то есть у меня на открытом стенде это слышно. Если вы поставите его в корпус под стол, то, вероятнее всего, вы его не услышите вообще никогда. Потому что у меня-то и так как бы, ну, приходилось так вроде как, да блин, нет, все-таки слышно. Потому что я, когда делал тесты, то есть в покое, когда процессор нет каких-то особых нагрузок, там, в принципе, нет, ничего не слышно. Но вот когда 100% забивается провод, то да, друзья, мы его начинаем слушать. Слушай, конечно же, из плюсов это варианты крепления как на Intel, так и на AMD. То есть это вплоть до AM4. Поэтому, если вы не видите там, допустим, на коробке AM4, ничего страшного, он подходит на AM4. Тут без проблем. Также хороший плюс это термопаста в комплекте. То есть не придется заморачиваться. То есть данный окулер можно несколько раз установить. Термопасты предостаточно, я думаю, на 3-4 установки термопасты комплектной хватит. Но это для тех, кто там что-то хочет переставлять, постоянно что-то делать. То есть тут вопросов нет. Ну и в целом кулер достаточно компактный, на тепловых трубках. Поэтому я думаю, он подойдет под большинство систем, кто хочет поставить просто на процессор, например, недорогой кулер. Но опять же, я повторюсь, за 1300, за 1500, все-таки я бы рассмотрел другие варианты. Например, тот же самый для Intel Cooler Master i70C, который был у меня уже на обзоре. То есть я бы поставил лучше бы его к себе на платформу AMD, но там нет такой поддержки. Поэтому будет стоять вот этот. Что ж, ну на этом все. Надеюсь, вам узор понравился. Ставим лайки, подписываемся на канал. Переходим в группу ВКонтакте ProSSD. Не забываем про сайт ProSSD.ru, где собрана вся информация и есть удобные таблицы для сравнения SSD накопителей любого объема, которые были у меня. Ну и на этом все. Пока-пока. Кстати, для тех, кто до сих пор не знает, сколько стоит этот кулер, ссылочку оставляю под этим видео. Переходим, смотрим, сравниваем. Если все устраивает, то покупаем. Продолжение следует...